25-е бытие, это там, где мы с вами закончили, туда мы с вами и опять спадем. Я хочу еще раз озвучить эту мысль, что когда Слово Божье выходит из его уст, оно имеет в себе силу, огромнейшую силу. Петр пишет в одном из своих посланий, что через Божье обетование, мы с вами становимся причастниками Божьего естества. И никто не убедит меня сегодня в том, что дьявол в этом заинтересован. Бог хочет, чтобы я, ты и все мы вместе были похожи на Него. Дьявол хочет, чтобы мы были носительными Его природы, Его сущности. И когда мы вырываемся из царствия тьмы, и когда мы введены в царствие возлюбленного сына, когда мы возрастаем в познании Божьей воли о нашей жизни, когда мы начинаем верить Богу за Его обетование для наших семей, дьявол не аплодирует. Он не говорит, почему бы и нет. Он ополчает все, что можно ополчить. Апостол Иаков говорит, трезвитесь, бодрствуйте. Или это апостол Петр. Потому что противник вас, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Дьявол не твой друг, не мой друг, не наш друг. Он наш противник. И он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы говорили с вами о том, что Бог через все священные Писания выступает, как Бог нас защищающий. И поверьте мне, что если бы не защита Божья, то дьявол разорвал бы нас на мелких клочьях. Бог позволил дьяволу прикоснуться Иова на короткое время. И он забрал все, что он мог забрать. Он разрушил все, что он мог разрушить. Он извратил все, что он мог извратить. Дьявол не твой, не мой, не наш друг. И никогда им не должен встать. Он наш противник. Почему и говорит апостол, противостаньте ему твердой верой. И убежит от вас. А когда он приступает, он хочет посеять в наши сердца импульсивное желание. Потому что он знает импульсивное желание заглушать Слово. А если Слово заглушено, у нас нет будущего. Потому что не хлебом одним будет жить человек. Но всяким Словом, исходящим из уст Божьего. Давайте посмотрим еще раз в нашу историю. Дети выросли. 25 глава бытия, 27 стих. И стал Исаак человеком искусным в звероловстве. Человеком полей. А Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Якова, потому что дичь его была по вкусу. А Ревека любила Якова. И сварил Яков кушанье, и Исаак пришел с поля усталый. Давайте остановимся здесь. Скажи, усталость. Нам всем свойственно уставать. Мы так с вами устроены, что нам свойственно уставать. Это немножко отдельный ракурс говорить о важности отдыха. Но в минуты усталости мы должны быть особенно бдительны. Мы читаем о израильском народе, который вышел из египетского рабства. А Малик побивал тех, которые устали. Мы очень легкая добыча для противника, когда мы устаем. И вот Исаав приходит с поля уставший. Наследите за мной, пожалуйста. Кто Исаав? Исаав – первенец. Исаав – человек обетования. Исаав – человек будущего. Дьявол знает это. Он знает, что через исполнение обетования в жизни Исаава он станет в одну линию с патриархами. Могло бы быть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Исаава. Но так не стало. Знаете почему? Потому что импульсивные желания убили обетование в жизни этого человека. Еще раз он приходит с поля уставший и сказал Исаав Якову дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. Иаков говорит Исааву продай мне теперь же свое первородство. Слушайте внимательно 32 стих Бытие 25-32 Исаав сказал Вот я умираю что мне в первородстве? Как что тебе в первородстве? В первородстве твое будущее? В первородстве твой завтрашний день? Скажите пожалуйста не слышим ли мы отголоски Исаава сегодня в жизни многих последователей Иисуса Христа? которые говорят которые говорят а что мне в обетовании? Мне надо сейчас я кушать хочу сейчас я служение свое хочу сейчас я хочу чтобы нужды мои были восполненными сейчас я хочу свое пастырство сейчас осознаем мы это или не осознаем но поднимается целое поколение мне сказали что у вас четыре Макдональдса есть в Тбилиси я не знаю сколько из четырех но у нас там где я сейчас живу практически в каждом Макдональдсе есть такая услуга как drive-thru в двух из четырех есть у вас да в трех из четырех что это означает ты сидишь в своей машине кондиционер работает подъезжаешь к окошку ты не знаешь кто там ты же мне пожалуйста чизбургер жареную картошку вот такой напиток через две минутки я буду возле окошка чтобы все было подано попробуйте попросить этого господина в машине сидящего чтобы он подождал чуть-чуть ему нету времени ему надо сейчас обетование его не устраивает поэтому Макдональдс не движим обетованиями плодишь деньги через две минуты музыка будет звучать и чизбургер будет подан понимаете да о чем я говорю сегодня человек покаялся завтра прошел библейскую школу а еще если кто-то спророчествовал ему что я вижу тебя на огромнейших сценах вот с таким микрофоном он завтра приходит к пастырю и говорит а где мое служение мне надо сейчас потому что было видение было пророчество было откровение ты говоришь через драгоценные обетования мы становимся причастниками божеского естества обетование для вас и мне надо сейчас я не могу ждать я не хочу ждать у меня нет времени ждать то же самое что блудный сын сделал дай мне принадлежащую мне часть имения сейчас скажите пожалуйста друзья сколько людей не просто людей сколько лидеров я не говорю о том что лидеры это не люди но сколько лидеров поспешили и будучи движимы своими импульсивными пожеланиями извините за выражение абортировали свое призвание потому что надо потому что надо было сейчас вы слышите о чем я говорю импульсивные пожелания заглушают слово импульсивные пожелания в английском переводе используется слово чок то есть удушить оно лишает импульсивные пожелания задушают есть такое слово задушают ну короче что-то там что твое обетование не может дышать я не так много прожил как вам кажется я не такой старый как вам кажется я должен был сказать но я видел людей которые по примеру Исава будучи движимы импульсивными пожелания не дождались своего времени дай мне принадлежащую мне часть имения дай мне красного сейчас утоли мой аппетит сейчас не имеет значения финансовый аппетит аппетит служения или сексуальный аппетит мне надо удовлетворение сейчас да импульсивные пожелания приносят временное удовлетворение но они несут в себе долгосрочные разрушительные последствия и вот когда мы и когда мы опустимся с вами в последний стих этой 25 главы слово Божье говорит и дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из щечевицы и он ел и пил и встал и пошел и пренебрег и сав первородством в английском переводе используется более соленое слово он не просто пренебрег он наплевал на него он посчитал его ненужным я вспомнил одну историю когда учился в техниках один парень не приходил на уроки физ воспитания вот все идут на урок физкультуры а он не идет физкультуры и физрук говорит ему садись и напиши объяснительное а у него не сильно было так грамматически он был подкован им так сказать и он пишет я не хожу на уроки физкультуры потому что я плювал на вашу физкультуру то есть он полностью пренебрег уроками физ воспитания и сав наплевал на божье обетование он наплевал на свое будущее которое сокрыто в драгоценных обетованиях он посчитал это второстепенным ему надо было утолить свою жажду сейчас свой аппетит сейчас и о чем мы ведем речь что импульсивные пожелания разрушают в нас слово вот в чем их опасность мы начали с вами с при 1429 импульсивный человек поступит глупо импульсивный человек поступит опрометчиво в 10 из 10 раз его решение будет неправильным в 12 главе книги послания к евреям мы начнем Исава плачущим он плакал с горькими слезами он хотел возвратить утерянное он желал повернуть ход вещей но не мог каким бы горькими его слезы не были каким бы сильным крик его не был Библия говорит что он не мог переменить мысли отца а могло бы быть Бог Авраама Бог Исаака и Бог Исаака но импульсивные пожелания этого человека заглушили Слово Божье в его жизни давайте пойдем в книгу пророка Малахи мы здесь первая глава с первого стиха пророческое слово Господа к Израилю через Малахи я возлюбил вас говорит Господь а вы говорите в чем ты явил любовь к нам не брат ли Исаак говорит Господь слушайте внимательно однако я возлюбил Иакова а Исаак возненавидел любящий милующий добрый прощающий Бог это из его уст выходит такое слово я возлюбил вас сыны Иакова возненавидел Исаак читайте дальше предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни если дом скажет мы разорены но мы восстановим разрушенное то Господь Савов говорит они построят а я разрушу и прозову их областью нечестивую народом на который Господь прогневался навсегда я я предал горы опустошению и владение шакалом пустыни и даже если они скажут мы восстановимся мы построим все своими силами нечестивую я разрушу опять я предал опустошению опять невольно возникает вопрос почему строгий такой разговор со стороны Господа потому что ты Исао позволил этим импульсивным пожеланием расходиться в твоем сердце вот почему вердикт такой строгий вот почему твои импульсивные пожелания разрушили твой завтрашний день у тебя нет будущего медленный нагнев человек имеет знание а импульсивный поступит опрометчиво импульсивный поступит глупо не знаю как вы у меня рождается молитва Господь храни нас от импульсивных желаний от импульсивных решений поступков тем более в служении тем более в служении в служении всегда много нужд в служении всегда чего-то не хватает но мы движимы не нуждой мы движимы предназначения и львиная доля нашего предназначения обетования в обетовании которое раскрывается подобно цветку нам всем хочется чтобы вещи произошли быстро я читал недавно сам для себя опять вторую главу книги бытия много раз перечитывал этот стих когда мои глаза опять упали на него я чуть не подпрыгнул русская библия говорит и насадил господь едем прошу прощения насадил господь рай в едеме английская библия и насадил господь сад в едеме никто не сад сад сегодня чтобы к осени собрать плоды есть семена финансовые которые мы садим и в тот же самый сезон Бог дает нам жатву но как правило строительство церкви строительство Божьего дома в духовном плане я имею ввиду это долгосрочное строительство сродни саду но зато когда сад вырастет и созреет при минимальных усилиях мы собираем максимальную жатву но нас раздражает процесс роста дай красного сейчас дай служение сейчас дай вот такую платформу сейчас минимум вот такого размера микрофон на меньше не пойду но малый верный в малом будет поставлен над многим чем мы движем предназначением или импульсивными амбициозными пожеланиями и неудивительно почему так много людей я говорю о служителях сегодня братья мои сестры люди срываются люди сходят с дистанции адамьянеби эцемиян дистанции дан ухуэвэн зачем сделаем паузу это же интересно он так говорит что аж микрофоны умирают аллилуйя аллилуйя ты меня перебил слава где я закончил я просто наблюдаю за тем как ты слушаешь христос говорит замечайте как вы слушаете я не был готов к такому вопросу и все это по одной простой причине нам хочется сад цветущий пахнущий благоухающий сейчас прямо сейчас мы не хотим ждать мы хотим встать в очередь возле макдональдса который называется благодать божья через две минуты уехать со своим чизбургером вот с таким размером напитка благодать и духа святого махнешь люди десятками падают под силой благодати заезжаешь в город и прежде чем уехал церковь родилась а потом на расстоянии помолился руки поднял здание купили так не происходит потому что мы движимы во всяком случае должны быть движимы не импульсивными пожеланиями а божьим предназначением божье предназначение имеет в себе обетование чтобы а что Бог сказал Израилю я не введу тебя в обетованную землю как через Макдональдс чтобы полевые звери против тебя не восстали но мало помало мало помало мало помало шаг за шагом шаг за шагом шаг за шагом амин амин и вот процесс нашей готовности ожидать формироваться дисциплинировать себя в своих желаниях это и есть процесс о котором мы ведем речь процесс зрелости божьего служителя я сейчас вам скажу статистику одна вещь которая объединяет людей которые выиграли многомиллионную лотерею что вы думаете обобщает этих людей в один день человек становится обладателем 100 150 250 или 300 миллионов долларов я не преувеличиваю один институт провел специальное исследование в подавляющем большинстве случаев от трех до пяти лет победители многотысячной лотереи были в худшем финансовом состоянии чем до того как они выиграли лотерею диву даешься человек встал никем пошел спать мультимиллионером и от трех до пяти лет растранжирил буквально все чем больше денег тем должна быть выше культура обращения большие деньги предусматривает больший уровень зрелости обращения человек не готов был к этому когда есть деньги импульсивные пожелания говорят мы твои друзья и он покупает вещи которые ему не нужны чтобы впечатлить людей которых он не знает все в розовых красках до первого поворота когда банковские счета говорят а у тебя ничего нет печально не так ли очень печально но мы слишком долго здесь остановили сделаем шаг дальше итак импульсивные пожелания импульсивные пожелания удушают заглушают слово номер два импульсивные пожелания создают среду или лучше сказать создают предпосылки для обольщения для обольщения если первое было плохим то второе еще хуже импульсивные пожелания создают среду предпосылки для обольщения его звали Лот он был племянником Авраама Бытие 13.2 говорит Господь благословил Авраама всем есть богатые люди а есть Авраам был очень богатым человеком и вот возле него и Авраам и Лот обогатился проблема Лота в том что он переоценил себя он чего-то в жизни не понял и вот мы читаем с вами это 13 глава книги Бытие что пастухи Авраама начали ссориться с пастухами Лота на диву даешься потому что в 12 главе Авраам выходит из ура халдейского он просит Лота пойти с ним у Лота ни кала ни двора но в 13 следующей главе у Лота стада скота из-за того что его взаимоотношения с Авраамом были правильными и вот когда они начали ссориться Авраам вызвал Лота на шашлык и говорит слушай давай решим как-то этот вопрос если ты направо то я налево если ты вперед то я назад почему Авраам так сделал потому что Авраам понимал если сегодня ссорятся пастухи нашего скота то завтра будем ссориться мы а это недопустимо в жизни духовного человека потому что где зависть и сварливость там не устройство и все худое Соломон впоследствии напишет что ссора как прорыв воды оставь ссору оставь ссору прежде чем она разразилась и вот он момент истины Аврааму прошу прощения Лоту предоставлен выбор поставьте его поставьте себя в его так сказать ботинки вы уже оперились немножко у вас стада вы уже не пасете их у вас есть люди которые его пасут и ваш родственник Авраам ведет ведет разговор на очень важную тему если бы я был Лотом и если бы я знал то что я знаю сейчас я бы сказал мне не надо скота я хочу быть рядом потому что до тех пор пока я рядом я могу скот потерять я могу пастухов в шею нагнать но до тех пор пока я рядом стада я возвращу и пастухов я найму потому что ты Авраам человек на котором призыв Божий но Лот не знал того о чем мы с вами сегодня ведем речь и вот когда ему прозвучало предложение первого выбора Слово Божие говорит что он возвел свои очи и посмотрел в сторону Содома эта вся земля была прекрасной она орошалась как сад Божий я даже могу представить что такой был ветер с той стороны такой прекрасный вечерний ветер и вот даже и вот иногда мы в состоянии когда мы говорим сами себе как такое может быть чтобы Бог не хотел чтобы я это имел мы все там были не поднимайте рук нам всем вдруг кажется что что не может так произойти чтобы Бог не хотел чтобы я это имел что он он избирает место своего обитания по взгляду своих очей чтобы не сказать больше лот движим импульсивными пожеланиями но человек импульсивный сделает глупость 10 из 10 случаев он поступит опрометчиво и когда мы позволяем импульсивным пожеланиям иметь место в нашем сердце мы ставим себя на стезю обольщения давайте посмотрим некоторые места писания бытие глава 13 10 стих лот возвел очи свои и увидел всю окрестность иорданскую что она прежде нежели истребил господь садом и гоморру вся доси гора орошалась водою как сад господин как земля египетская авраам и отделились они друг от друга можете записать себе это отдельная тема но у нас нету времени на это обратить внимание импульсивные пожелания импульсивные пожелания разделили лота с авраамом импульсивные пожелания разделили блудного сына с отцом друзья сколько церквей было разделено как результат импульсивных пожеланий но это для другого дня абрам стал жить на земле ханаанской а лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до содома обращая внимание на вторую половину двенадцатого стиха лот живет не в содоме лот живет в окрестности и он раскинул шатры до содома выделите вот это выражение до содома мы переходим в четырнадцатую главу мы переходим в четырнадцатую главу и читаем одиннадцатый стих за недостатком времени мы не будем анализировать эту историю кто не знает пожалуйста возвратитесь домой можете прочитать но в одиннадцатом стихе мы читаем такие слова победители взяли все имущество содома и гаморы и весь запас их и ушли и взяли лота племянника аврамова жившего в содоме наследите за мной пожалуйста в тринадцатой главе он раскидает шатры до содома одной главой позже лот живет в содоме девятнадцатая глава первый стих и пришли те два ангела в содом вечером когда лот сидел уворот содома кто из вас видит прогрессию они расстаются с авраамом и он раскидает шатры до содома и четырнадцатой главе лот на стороне проигравших и он уже он на стороне проигравших потому что он живет в содоме мы упускаем несколько глав и в девятнадцатой мы находим его сидящим у ворот города просеки просеки у ворот города никогда не сидели место у ворот города было отделено авторитетным людям те которые вхожи в круги лидерства и если этого мало мы опускаемся с вами в четвертый стих и читаем следующие слова еще не легли они спать как городские жители содомляни от молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали лота и говорили ему где люди пришедшие к тебе на ночь выведи их к нам мы познаем их лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал им сказал кому сказал злым сказал нечестивым людям адам и как он их называет братья мои есть пословица русская с волками жить поволчьи выть как могла произойти такая трансформация в жизни человека некогда стоявшего рядом с Авраамом когда ты у ворот города ты должен говорить на языке этого города ты должен поступиться со своими некоторыми ценностями чтобы ты был вхож туда ты должен закрывать вещи на некоторые глаза ты должен называть или любить то или соглашаться с тем что они пропагандируют а теперь остановитесь на секундочку и возвратите кассету в 13 главу потому что там в 13 главе будучи будучи предоставленным выбору он избирает землю содомскую по взгляду очей и по слуху ушей и что я сказал минутой раньше импульсивные пожелания ставят нас на стезю обольщения человек который был так близок к Аврааму находит общий язык с пропагандистами культуры смерти называет их своими братами и моя внутренность кричит потому что мне кажется после того как в 19 главе сверхъестественным образом ангелы выведут тебя из содома ты должен научиться чему-то но нет они вывели его и они говорят лот спасайся на гору не оборачивайся назад знаете что он отвечает читали библию да он говорит до горы слишком далеко можно я в сегор убегу ты вообще что ли ведь же божий план уничтожить полностью все все и вот я любящийся бог пожалел целый город нечестивых людей потому что племянник друга бога сказал я хочу пойти туда он опять движем импульсивными пожеланиями ну тогда лот выпей чашу полную меру он по дороге теряет жену он оказывается в желанном имсигоре и сначала старшая а потом меньшая вошли к своему отцу и одна и другая стали беременными это же стыд и срам быть и отцом и дедушком своих детей в одной и то же самое время и бог настолько был зол что сказал аммонитянин и моавитянин и десятое поколение не может войти в общество господь господь остальные и возвращайтесь в тринадцатую главу вот если вы в этот ответственный момент когда ему предоставлена возможность сделать выбор он сделал бы правильный выбор будучи недвижим импульсивными пожеланиями могло бы быть все совершенно совершенно по-другому но увы знаете что дает мне основание сказать что импульсивные пожелания ставят нас на стезю обольщения это седьмая глава послания к римлянам потому что прозвенел звонок мы не будем к ней обращаться павел говорит грех взяв повод от заповеди обольстил обольстил меня и убил меня заповедь данная для жизни стала мне смертоносной потому что данная Богом заповедь дьявол извратил ее до такой меры что она обольстила меня дайте мне две минуты я заканчиваю о какой заповеди он ведет речь подумайте только одна из десяти заповедей говорит не пожелай из всего что Бог мог сказать людям одна заповедь звучит не пожелай не ни осла ни вола ни дома ни поля ни жены ни бизнеса ни церкви своего ближнего но но если мы не разберемся со своими пожеланиями они обольстят нас они нарисуют нам в нашем сознании такую радужную картину будущего что прежде чем мы очнемся мы уже по накатанной идем вниз я называю это стезе обольщения это всего лишь две опасности импульсивных пожеланий из того множества о котором я хотел с вами поговорить но у нас нету множества времени вот чем я закончу придай Господу путь твой и он исполнит желание сердца твоего английский перевод говорит придай Господу путь свой или утешайся Господом так там написано утешайся Господом и он даст тебе правильное желание желать утешайся Господом и он даст тебе правильное желание желать вместо импульсивных пожеланий Бог может дать нам его желание чем и согласны слова апостола Павла в послании к филиппийцам я заканчиваю который Бог который то есть Бог производит в нас производит в нас и желание и действия по своему благоволению что характеризует зрелых людей нет не импульсивные пожелания зрелых людей характеризует их и готовность утешаться Господа Господа позволить его желанием наполнить наше естество и когда мы открываем свое сердце перед ним он производит в нас не только желания он производит в нас и действия чтобы увидеть эти желания исполнившимися www.mexu.tv Бухтар 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 Мак cuz